Добро пожаловать на Бали! Добро пожаловать на Бали! Добро пожаловать на Бали! Добро пожаловать на Бали! А здесь ошибка в приеме у Романа Брагина. Едва ли не первое брейковое очко Кузбасса с лучшей подачей подряд у Кузбасса. Если догонять, то здесь и сейчас. У Джана проблемы были. Хочетки классная защита от Голубева. Тут посложнее у Пакшина атака уже будет. И мяч на стороне Белогоря. Тетюхин откидка. Здорово все соорудили хозяева. Может быть там и первый темп предлагал себя. Были варианты. Но Порошин быстро пошире чуть-чуть. И там Абана удар уже на чистой сетке делал. По сути, Тетюхин. Вот он чуть назад отпрыгнул. Но если Яковлев только какую-то чудо-игру не выдаст, то мы его еще, конечно, увидим на площадке. Разрыв большой. Белогорье не дает пока даже задуматься о том, что оно может исчезнуть. Сергей Троцкий этот сет не спасти. Скорее всего. Ну, тут мы должны, наверное, оговариваться. Но, сами понимаете, пока по ходу игры каких-то сомнений тут что может быть по-другому. Причем у Белогорья прием-то достаточно такой сдержанный. Это, мягко говоря, пока стандартно, что ли, в этой партии. Яковлев. Справился Тетюхин с приемом. И как-то играючи разобрался с блоком Мохаммед Аль-Хадждаги, у которого пока в атаке все здорово. Четыре атаки из пяти реализованы. Второй мяч из двух попыток. Ну, неплохо. Неплохо, но пока, когда команда 14 очков набирает, ну, что-то там совсем уж хорошее не найдешь в этой статистике. Ну, а Хадждаги с одной ноги такая вынужденная передача. Ну, может быть, чуть-чуть вот весь порушено даже. Куда прибавить в этом матче? Ну, пока счет полностью устраивает его и его партнеров. 1-0. Очень уж пока большое преимущество хозяев по всем подчеркну элементам. И подача, о которой мы много так говорили в начале, пока явно в пользу Белогоря. Складывается Мохаммед Аль-Хадждаги в атаке. Он сам результативный игрок. Нужна для его команды хорошая какая-то положительная ситуация. Хороший положительный сигнал. Вот из таковым, безусловно, был бы Петкович. Ну, тут ничего серьезного он предложил не мог. Не забил Хадждаги. И отзащищались. Отщищались почти от Заболотникова. Ну, по крайней мере, какая-то игра на задней линии на стороне Кузбасса. И там уже легкое недоумение у Волкова. Кому-то из своих нападающих. Шансы защитникам не оставлять. Первый темп классный в исполнении Кузбасса. Ну, поскольку этот прием все-таки есть, да, надо дорожить. Будет так продолжать атаковать. Вынужден будет наставник к этой замини прибегать. Пока первый темп. Там, где есть простой прием. В основном на подаче центральных и связующих. Я всегда с осторожностью отношусь. Поясню. Потому что, ну, статистику обеспечивают хозяева всегда. И вольно-невольно. Своя, что ли, свое качество приема оценивается строже, чем у гостей. Тут понятно, да, ведь для внутренней работы это куда более критично, что ли. Вот это тоже выглядит очень здорово, естественно, для тех, кто может такого добиваться. Работает блок. У Пакшина три блокирующих будет. Не рискнул он через эту стену карабкаться. Сыграл поаккуратнее. А вот Хачдади получил мяч уже на одном блоке. И не стал даже задумываться. Хорошо, удобно в темп. Беев ход с его высоты. Вряд ли там кто-то что-то сможет сделать. И придется отыгрываться со счета 0-2 в этой ситуации уже. Опять же, есть на что опереться, исходя из происходящих событий в этом четвертьфинале. Вчера «Зенит» с 0-2 счет сравнял. Но там уже во втором сете получше все было. Благодаря этому уважению ждем-то большего. Вот такая атака Аспарухова. Кто-то должен из запасных игроков сейчас сыграть здорово. Чтобы ситуация поменялась в следующей партии. Я про этот сет не буду говорить. Как бы они сейчас ни играли. Возможность здесь отнять у хозяев площадки. Но вот чтобы было в следующей партии по-другому. Кто-то из запасных игроков должен себя проявить. Это очевидно. Потому что по мгновению руки настроение пока ни малейших признаков, что они могут расслабиться. И очень все быстро пока происходит в этом матче. Но тем не менее, какие-то варианты должны для себя рассмотреть. Заболотников через защиту бы. Но попробуй, если блок не помогает. С блоком пока полная беда у Кемеровчан. Червяков. Редкая его атака. Ну, поборолись игроки Кузбасса. Блок опять мало что остановил. Там через защиту едва не получилось мяч сохранить. Хорошо страхует Китюхин. Так, по пониманию, уже заранее пришел в нужную точку. Червяков постарался поглубже мяч отправить. Там его, в принципе, ждали. Ну, зачем блок ставить, да, вопрос Червякова здесь. Ну, такая уже мелочь, которую, может быть, обсудить в поисках идеала какого-то. Потому что, когда команда выигрывает партию 25-10, ну, какие-то претензии и вопросы могут быть. Смотрю, первый сет в этой расстановке начинает Кузбасс. Именно вот в такой конфигурации. А тут Хачдани. Тут все штатно у Белогория. Максимум расстановок совоподачи старается использовать. Пять подач на вылет уже у марокканца. Завидная коллекция. Шесть даже. Шесть. Да, вот я не учел, ту, которая уже состоялась. Уже фантастика. Он набрал 14 очков. Он самый, естественно, результативный игрок матча. Роман Бакшин, к сожалению, у нас нет такой продвинутой, что ли, статистики исторической, чтобы твердо это утверждать. Предполагать, все основания есть. Ну и вот, как бы этот матч еще не заставил историков волейбола покопаться в максимальном наборе очков. Аркин находит край блока. Очень технично. Непростая ситуация была. Так, не самый высокий мяч. Мартин. Жанна. Ну, побольше в него подать старается подавать кемеровчане. Жанн ничего не проигрывает. Как и вся его команда, пока ни единой ошибки не допустил. Треть своих атак и допустив шесть ошибок. Ими минус пять. Очередной был Белогория. Седьмой уже в этом матче на зависть сопернику. Ну и счет продолжает расти. Уже прихватили и Яковлева. А зачем спросите вы? Честно говоря, я не знаю, что на этот вопрос ответить. Действительно, ни малейшей необходимости. Что за передача там? По тормозам пришлось буквально бить Яковлеву, чтобы поменять направление. Такой даже от кроссовок звук характерный Белый. Первый блок Кузбассы. Тем не менее, именно в этом эпизоде, где они с трудом-то атаку свою сохранили. И получается, Костадинов справляется Роман Брагин. Джан. Павшим чудом каким-то мяч в игре сохраняет. Хачдади, но только для того, чтобы еще раз коснулся мяча. Смягчил лидер атак Кузбассы. Зато Хачдади на месте. Отправляется на сей раз Маркин. И классное подключение Пакшина с задней линии. Мяч в площадку попал. Какая-то фантастическая, честно говоря, история. В современном мужском волейболе такие цифры очень редко. Видишь, как руки там перенес. Заболотников. Это принесло его команду атаку, которую не дают завершить игроки Кузбассу. Наверное, сам Заболотников передачу заслужил. Нет, все-таки через Тетюхину. И второй раз уже от него защищаться не удалось. 18-8. Ничего у нас не поменялось по ходу этого матча. Есть все для того, чтобы, ну, по крайней мере, хорошо побороться здесь на площадке соперников. Но мы видим, что ничего не получается. В то время как у Белогория ничего не падает. И этот мяч там вроде бы наверняка Яковлев вбивал. Заслужил он это очко, безусловно. Они сегодня чистые, аккуратно играют. Вообще, я вот говорил об ошибках на подаче. Общие ошибки как бы не акцентируют. Давайте взглянем. Вот к данной минуте у Белогория 6 собственных ошибок. На 9-11 эти матчи изначально планировались. Но 9-го здесь Туллица играет матчи за 5-8 место против Митара. Точно 9-го игра уже состоится. Там 1-1. Это будний день. 7 часов. И тут дилемма у Белогория, я не знаю, решат они. Я думаю, с директоратом это достаточно оперативно. Но либо днем играть, хотя заложены 4 дня были изначально. Мы знаем, чтобы как раз через день играть. И каждый день был матч полуфинальной серии. Мы могли смотреть. Вот так лесенкой пара разводились. Два полных круга всего команды сделали в этой партии. И все уже подвешено. Джан Цзинин. Победный удар наносит на Белогория в этой серии. Вот так вот даже час 10 не продолжался этот матч. Честно говоря, вообще таких игр трудно припомнить. За вычетом перерывов. За час как что-то старенькое такое, да, из истории. Знаем мы пару полуфиналистов. Еще раз «Зенит», «Факел», «Белогорье», «Динамо», «Москва». И в ожидании этих игр прощаемся с вами. Был Владимир Стецко. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин